Скажите, как вам работаете в команде, живете в команде в Троиде? Все отлично, все потихонечку, уже на мой взгляд комфортнее становится. С последними, сколько, 7-8 игр отыграл в команде, бываю уже получше, получше ребят знаю, лучше познакомиться, поэтому все отлично, все хорошо. Ребята как-то вам помогают адаптироваться? Конечно, помогают, особенно те ребята, которые я играл в Гренапурте, поэтому, да все на самом деле очень приятные ребята, особенно которые европейские, которые взрослее, и все отлично, я очень рад, они помогают мне, и продолжаем работать. Кого бы вы назвали ролевой моделью для вас сейчас в команде? Кем старших товарищей? На самом деле, таких я не могу найти, я бы сказал, те ребята, которые молодые, например, Дилан Ларкин, Харби Тузи, или тот же Изятобер, который сколько лет я уже отыграл, поэтому я смотрю за всем, и нет такого, который один игрок, которому я стяжу. Я за всем пытаюсь насмотреть, смотреть и подучиться как можно быстрее и скорее, поэтому... Недавно Никита Чурбак из Монреаль признался, что он практически не помнит свою первую игру, в которой он забил свой первый НХЛ-ский гол, а вот какие у вас были ощущения, он так волновался, какие у вас были ощущения, когда вы забили в команде? Да, отлично, на самом деле, очень много эмоций переполняли, поэтому много друзей поздравил, родители, семья, поэтому долго к этому шел, к первому голу, и на самом деле незабываемые ощущения, останется нам всю жизнь. До вашей карьеры в НХЛ вообще кем, в какой команде вы мечтали играть? Ну, если честно, не было такого, потому что в России, когда я играл, не было особо каналов, которые смотреть за НХЛ, а когда выбрали уже, я не думал ни о какой команде, лишь бы в НХЛ играть, но то, что я попал в организацию Тетройда, это на самом деле большое счастье, потому что у меня большая пятерка русская была, и вообще история их не в НХЛ, поэтому я как бы очень счастливый человек, который остался в этой организации. А кто для вас был по киному идеалу? Ну, может, жерло является по киному идеалу? На самом деле, если честно, я следил немного за Павел Бурак, когда он играл, но сейчас, в это время, мне очень нравится игра Евгения Малкина, я как бы посмотрю немного моментов, очень много стараюсь повторить, которые он играет, как бы его игру и стиль, мне очень нравится, потому что он очень большой игрок, и у него большая скорость, поэтому, да, мне Евгений Малкин очень поближе. Я хочу сказать о вашем брате, об Андрее, который сейчас стал, был признан лучшим бомбардиром и снайпером новичков в антарийской лиге, вы вообще близки с братом, насколько он с вами делится, просит у вас советы? Конечно, близко, очень близко. Вчера он приезжал ко мне на ужин с мамой, мы сходили на ужин вместе, потому что это час его езды, поэтому мы очень близко каждый день на телефоне, у нас очень близкие отношения с родителями, особенно с братом, поэтому я пытаюсь ему подсказать, как можно больше всего, потому что Нью-Йоркский хоккей с профессиональным играми, очень большая разница, поэтому у него все хорошо, я рад, что у него был хороший сезон, и сейчас у него плей-офф, и надо доказывать плей-офф, и показать новый уровень, на какой он выйдет, поэтому я очень рад за него. Говоря, кстати, о ваших родителях, какую роль они сыграли в ваших становлениях, все-таки два хоккеистов с ними, это не случайность? Если бы не мои родители, я бы не знал, где сейчас будут, если честно, потому что они вложили все в наш хоккей, в моего брата, все, что было, всю работу, все ночи и дни, поэтому я даже не знаю, как передать то развивание, которое они насложили, это большой-большой вклад меня и брата, поэтому я очень благодарен, буду благодарен всю жизнь. Насколько вам нравится система канадской хоккейной лиги? Вы играли в Кубекской лиге, да, брат Атланта Риска сейчас играет, насколько вам эта система? Мне, если честно, больше нравится стиль малой арены, чем большой, мне кажется, мой стиль больше играть на маленьких площадках, больше борьбы выиграть, бросать, поэтому мне очень нравится играть в эту игру, и я как бы очень рад и моему брату так же больше, чем я. Как вы думаете, что налаживает лучше приезжать в Кизакеан в более раннем возрасте и пройти через систему, как вы, на североамериканский, да? Слушайте, ухожу своя дорога, я выбрал свою дорогу, я не буду никому советы давать, я так захотел, у меня так судьба легла моя дорога, поэтому я очень счастлив, потому что я приехал и ни о чем не жалею, потому что я играл в Кубеке два года и прошел дорогу через за юниорскую лигу и профессионально в АХЛ сыграл, поэтому не знаю, у меня вот моя такая судьба, и мой брат тоже. А где вы в Мичигане живете? Я знаю, что Фанку можно находиться дальше, чем Адитроид. Да, в Детройде, и в Детройде живу в центре города. И вы приезжаете? В Канер-Рапидс? Ну, два часа, да. Понятно, а когда идет вызов Ахайл, вот насколько быстро вам нужно собраться? Ну, сразу же, как вызывали, сразу, смотря где ты находишься, на поездке или дома, поэтому я собрал сразу. И в дорогу. Да, какие вы себе цели ставите вообще вот большие такие в жизненной плане карьеры? Там вот, например, попасть в путь в Сибирь на Олимпиаде, попасть в Кубок Стэнда. Что у вас? Хочется проиграть долгую карьеру в АХЛ, в первую очередь. Конечно, мечта каждого хоккейска выиграть Кубок Стэнда, и меня она касается так же. И, конечно, играть за сборной России, и выиграть Олимпийские игры, и чемпионат мира. Это у каждого хоккеиста мечта, поэтому я в это вхожу, и я очень мечтаю об этом, как с детства, поэтому вот все, что я назвал, я думаю, это все, все равно есть. А какими-то еще видами спорта вы увлекаетесь, кроме... Ну да, баскетбол, футбол, играю постоянно, пинг-понг. Ну, все, что можно, я играю всегда, поэтому там нет ничего, что я не могу выделить. Все мне нравится. А если она для футбола в России, поедете? Да, в Казани будет, поэтому я с Казани, поэтому пойду, дай Бог, посмотреть. Хорошо, спасибо вам. Пожалуйста, спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!